день добрый уважаемые зрители спрос на говядину в россии упал до 10-летнего минимума во всем мире в частности там билл гейтс я рыба лет борец за с климатическими угрозами который заявляет что надо отказаться от натурального мяса пользу синтетического так как домашние животные или выделяют много углекислого газа в атмосферу тем самым загрязняя ее в россии все происходит своим естественным путем не надо никому ничего отказываться снижение спроса идет своим чередом потребление говядины в россии в прошлом году упала до минимума за 10 лет из-за снижения доходов населения этот вид мяса становится все более премиальным потому что курица курицей кормят людей в ценовом диапазоне только она доступна мясо говядины уже считается премиальным потребление говядины в прошлом году снизилась почти до 2 миллионов тонн это минимальный спрос на этот вид мяса за последние 10 лет сообщает со ссылкой на центр отраслевой экспертизы росселихозбанка спрос на говядину снизился на 3,4 процента прошлого года снижение продолжается второй год подряд глава национальной мясной ассоциации сергей юшин объяснил тенденцию к снижению потребления говядины тем что потребители экономили и выбирали более дешевое мясо птицы и свинину в условиях пандемии даже свинину не выбирали птицу в основном собеседник газеты добавил что заметное количество говядины находится приходится на сегмент хорга хорса гостиницы рестораны кафе очень сильно сократившиеся в прошлом году да эти заведения не работали поэтому потребление тоже снизился руководитель центра отраслевой экспертизы андрей дальнов связал изменения спросе сокращением производства крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах потому что это очень проблематично держать там корову ли там овец юшин уточнил что снижение потребления происходит сегменте молочных пород до 80 процентов рынка то есть молоко тоже не рентабельно потребление говядины мясных пород за семь лет выросла в пять раз до пять раз до 300 тысяч тонн из них 45 процентов были поставлены в китай китайцы почему-то себе могут позволить говядину кушать в отличие от россиян у нас то с лишним процентов повысился экспорт и почти половина была поставлена в китай в ритейлере метро отметили что спрос уже несколько лет падает на относительно дешевую говядину а продажи премиальной линейки прошлом году выросли на 25 процентов и прибавили в первом квартале 21 года во вкус вилле зафиксировали небольшой рост продаж по словам президента альберта давлеева говядина будет становиться все более премиальным видом мяса поголовье мясных пород растет на фоне сокращения поголовья молочных коров а продукция из мяса первых дороже юшин отметил что премиальный сегмент рынка еще не насыщен развитие его производства и логистики розничной торговли доставки в отдаленные районы и ресторанного бизнеса создадут условия для роста потребления дольнов ожидает что по итогам года будет зафиксирован рост потребления говядины обусловлены восстановлением спроса и открытием сегмента короса после снятия антиковидных ограничений еще одним фактором роста может стать повышение цен на свинину и мясо птицы вызваны в том числе эпид ситуации в их производстве птичий гриб африканская чума свиней национальный союз свиноводов из-за африканской чумы свиней снизил на 21 год рост прогноз роста производства свинины с 250 до 160 тысяч тонн до 175 тысяч 180 тысяч это законсервирует цены на уровне прошлого года по подсчетам роста то из-за птичьего гриппа и в поставки поставках иностранного инкабуляционного яйца январе-феврале выпуск мяса птицы уже сократился на 6,2 процента год к году по данным статистики в декабре 20 года средняя цена свинины было 269 рублей за килограмм мясо птицы 145 рублей за килограмм говядины 508 самая дорогая говядина потребление говядины в следующие 10 лет может вырасти на 100 тысяч тонн прогнозирует дальнов давлеев отметил что рост цен на свинину и птицу в двадцать первом году не будет продолжительным он продлится не дольше нескольких месяцев нескольких месяцев поэтому по словам эксперта переход на дорогой говядине на фоне долгосрочного снижения покупательской способности потребителей ждать не стоит юшин также считает что спрос на мясо молочных пород будет зависеть от доходов населения которые пока оставляют желать лучшего по словам юшина конкурентов конкурентом говядина молочных пород выступает на рынке мясо индейки его производства и доступность растет прошлом году производства индейки выросла на 19 половиной процентов до 330 тысяч тонн ну индейка тоже принципе неплохо но говядина лучше конечно все равно вот так происходит естественное снижение потребления говядины в россии как уже было отмечено раньше китай не собирается снижать потребление и только увеличивает экспорт из россии конечно выгоднее наверное на экспорт его поставлять чем на внутренний рынок поэтому мясо говядины премиум будет мало сейчас уже премиум в дальнейшем эта тенденция только усилится по моему мнению на этом все заходите на канал подписывайтесь всего доброго до свидания до новых встреч